Всем снова привет, с вами Спектр и сегодня я хочу вам показать обзор нового автомата, который вели с дополнением Be My Valentine в игре GTA V. Как я и говорил в прошлом видеоролике, кстати, если вы здесь именно из прошлого видеоролика, то тогда вы знаете, почему я решил именно сделать обзор в сингле. Но для тех, кто посмотрел это видео без предыдущего, скажу. У меня банально нет денег в GTA Online, я как-то все просадил, я купил миллиард бесполезного шматья в свое время и, соответственно, все деньги абсолютно я просрал. Так вот, сейчас мы бежим за Тревора в Ammonation, и вот пока я рассказываю, он бежит. Так вот, просто потому что у меня есть деньги в GTA сингле, ну понятное дело, да, там можно даже создать новую игру, взять Франклина и просто на 500 тысяч закупить. Так вот, соответственно, я бегу в Ammonation с тиром, потому что именно еще в тире я постреляю с этим оружием. Ну и немножечко протещу, протестирую, протестирую, да, протестирую его, так скажем, вот в городе, вот в этом, в Лос-Анси. Если я не ошибаюсь, то добавили автомат Томпсона, и он находится где-то здесь. Сейчас найдем его. Автомат Томпсона. Автомат Томпсона. Только не говорите, что он мне недоступен. Нет, 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 нет. Только не говорите, что он мне недоступен. Или его нету в сингле, погодите. Блин, его нету в сингле. А, не, не, он есть, но он пока недоступен. Хорошо, тогда мы сделаем по-другому немного. Так, я перейду загрузить игру. И вот так сделаю. Оп, оп. Пожалуй, загружу тогда сейчас другой сейв. И когда я с другого сейва прибуду в Ammonation, надеюсь, то, что он уже будет открыт. Ну что, ребята, к сожалению, я поехал на такси, поэтому Ammonation без тира. Ну, ладно. Мне главное, чтобы автомат был доступен. Да, 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 он доступен. Итак, друзья, ПП Гузенберга называется оружие. Однако, хочу... Ребят, пока не забыл... Рот закрой. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии, когда добавили мушкет, с каким обновлением, я не помню. Если я не ошибаюсь, то это не на действие, то Валентина добавили, да? Ну ладно, ребята, если что, напишите, потому что у меня мушкета тоже нет. Итак, ПП Гузенберга берем, на самом деле автомат Томпсона. Так, берем увеличенный магазин. Так, давайте сразу патронов накупим. Денег-то много. А, все? Мало, очень мало. Так, а есть какая-нибудь... Нет, расцветки, кстати, нету никакой. Так, а можно изучить как-нибудь, да, там... Погодите. Сейчас. Ну, цвет я имею в виду, выбрать. Ну, не особо что-то есть нормально, поэтому берем платину. Спасибо за покупку. Да-да-да. Итак, давайте, собственно, делать обзор. Обзор будем делать от первого лица, чтобы вы осмотрели оружие хорошенько. Итак, категория ПП, по-моему, да? Он получается... Тихо. Мне опять игра не дает выбрать... Ну, вы слышали, да, эти звуки? Хорошо, сделаем по-другому. 7, 7, 7, 7, 7. ПП Гузенберга. Итак, друзья, вот такой вот у нас с вами ПП. Правда, почему-то я не могу его рассмотреть поближе немного. И при том, платиновая расцветка, она какая-то не платиновая нихрена. Ну-ка. Она вроде какая-то белая должна была быть. Итак, прицел установить нельзя. Глушитель установить нельзя. То есть, можно установить только прицел. Ой, господи. Увеличенный магазин можно только поставить на него. На самом деле... Фонарик нельзя и глушитель нельзя. На самом деле, возможно, это и к лучшему. Потому что все-таки оружие Томпсон старое. Единственное, что на него действительно можно повесить, это увеличенный магазин. Не знаю, что насчет дальности. Давайте постреляем по тем парням. Ну, как вы видите, приблизительно такая средняя дистанция, она присутствует у данного автомата. Что бы еще такое протестить? Ну, звук стрельбы. Сами слышите. Так как глушителя нету. Ну, знаете, на самом деле, перезарядочка довольно средняя по длительности. Хотелось бы сказать, все-таки это быстрее, по сути, и не нужно. Ну, выживание на самом деле можно опробовать. Если поднабрать денег в GTA Online, можно как-нибудь такой суровый прям тест устроить, чтобы и денег в конце срубить. И, соответственно, чтоб с умом. Давайте проверим, дострелим ли мы до полицейской машины. Ну, более-менее. Так, эта хрень не пробивается. Так, перезаряжаемся. Замечательно. Ну, ребят, что мне хочется вам сказать. Оружие довольно неплохое. Стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, 15 тысяч, да? Ну, с навесом получается 23-24. Ну, приблизительно берите с собой 25 тысяч долларов. И закупайте это оружие хоть в GTA Online, хоть в сингле. Когда оно будет доступно в сингле, я, скорее всего, его куплю. И, ну, вот такой вот обзор автомата. Сегодня, к сожалению, день или, к счастью, коротких видеороликов на моем канале. Поэтому следующий видеоролик вы увидите также через некоторое время. И, по сути, попрощаюсь я уже с вами там.